Городские баннеры, вывески и рекламные щиты сотрудники отдела культуры и развития языков проверяют каждый год. Ошибок с каждым рейдом становится все меньше, говорят специалисты. Однако полностью избавиться от них пока не получается. Стилистических и грамматических ошибок в наружной рекламе на улицах Кустаная немало. Согласно закону, реклама в Казахстане должна быть на двух языках. Сверху слева на казахском языке, а снизу справа на русском. Как говорят специалисты, самая распространенная ошибка это смысловая. Такую мы сейчас видим на этом баннере. Вместо «Илену тойин безендеру» написано «Илену той безендеру». То есть в дословном переводе это «свадьба оформления». Никакого смысла. Хозяйка этой торговой точки Елена Белова свой рекламный баннер меняет в третий раз. Раньше она обновляла его только из-за оформления. А теперь Елене надо исправить еще и смысловую ошибку. Эту работу, как уверяет хозяйка, должны были сделать рекламщики, к которым она обращалась. Я обращаюсь полностью за работой в рекламное агентство, чтобы мне сделать качественную работу. Вместе с переводом, с эскизом и так далее, с цветом. То есть они полностью делают всю работу, за которую я плачу деньги. Я считаю, что эта работа должна быть грамотно сделана, и я потом не должна за эту работу краснеть. А здесь напротив. К оформлению претензий нет. Зато вот грамматика. Владельцев оповестили о нарушении и напомнили. На устранение предпринимателю дается не больше месяца. У нас будет 9 мая шествие, как вы знаете, да? И поэтому этот маршрут мы отрабатываем для того, чтобы у нас была приведена соответствующая рекламная продукция на этом маршруте. В прошлом году в таком же рейде выявили больше 20 ошибок. Самые частые – нет перевода на государственный язык, неправильно размещены текстовые блоки и грамматика. В течение года многие рекламные агентства взяли на оборужение, текст рекламы нам скидывают по электронке. Наши специалисты проверяют, где-то есть ошибки, с ними отрабатывают, им же обратно исправленный вариант. Вот тогда мы избавляемся от этих ошибок. А так получается, зачастую они обращаются то к соседям, школьникам, то к учителям, соседям. И вот итог. На качественных переводах, говорят языковеды, экономить не стоит. Нашлись, кстати, торговые точки, владельцев которых уже не раз предупреждали. Однако исправлять ляпы здесь не торопятся. Сегодня всем таким нарушителям вынесли особые предписания.